В этом году приглашали на турнир юных хоккеистов из Латвии, но у них не получилось приехать, поэтому шайбу в тренировочном центре для фигурного катания шортрека Югспорт гоняют воспитанники хоккейных клубов Сочи, Екатеринбурга, Воронежа и Обнинска. Это только начало, говорят организаторы, пока не рады шести командам, которые уже четвертый день борются за Кубок Союза. Сыграли мы с местной командой «Союз Сочи». Была упорная игра, но, увы, проиграли 6-9. И две игры выиграли. Это у «Скоюность» в Екатеринбург и у второго состава «Союза». Сейчас будем играть с «Олимпом» в городе Обнинска. Воронежце традиционно занимают первые и вторые места. Сочи – город Олимпийский, поэтому пообещали стараться выйти в лидеры. А пока на льду сочинский черномор в красном, «Скоюность» из Екатеринбурга в белом. Игра не задалась с самого начала. Сочинцы не успели размяться. В итоге сил бороться на льду не хватило. Итог 10-2 в пользу гостей. Екатеринбург, команда «Скоюность», они более физически подготовлены. Нам немного не хватает у сочинской команды черномор физики, скорее всего. Потому что с тактикой и совсем остальным, в принципе, у них уровень одинаковый. Команда «Скоюность», обыгравшая сочинцев, но проигравшая воронежцем, рассчитывает на призовые места. Хорошо, хорошо играли. В пас играли. Хоккей среди 9-летних, конечно, не собирает полные трибуны. Тут задача другая – воспитать серьезное спортивное поколение, здоровое и физически крепкое. Все шесть команд 22 мая станут участниками настоящей ледовой битвы. Заключительные игры решат судьбу основного приза Кубка «Союза». Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.